МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В прямом эфире общественного телевидения Гагаузии предвыборные дебаты, которые приурочены к выборам депутатов Народного собрания автономии, которые пройдут 9 сентября 2012 года, то есть в ближайшее воскресенье. И сегодняшние дебаты организованы для кандидатов депутатов Народного собрания автономии округ номер 15, село Буджак. В соответствии с издательской декларацией были поданы 4 заявления для участия в дебатах. В студии присутствует Кеннигилян Александр, кандидат депутата Народного собрания автономии от партии коммунистов Республики Молдова. Гагауза Антон, кандидат депутата Народного собрания Гагаузии от Либеральной партии Молдовы. Также были поданы заявления от Скуртул Светланы, кандидатов депутата Народного собрания автономии от партии социалистов Республики Молдова, и Гайдео Людмилы, независимого кандидата в депутаты Народного собрания Гагаузии. С Куртул Светлана и Гайдео Людмила сегодня отказались принять участие в дебатах, и я придаю гласности их отсутствии сегодня в студии. Прежде чем мы начнем дебаты, я вас ознакомлю с правилами проведения программы. В предвыборных дебатах конкурентам на выборах будет предоставлено по 10 минут в течение всей программы. Во время дебатов кандидаты на выборах и их представители выражают свободно свое мнение. Во время предвыборных дебатов запрещается призывать к свержению конституционных властей, призывать к публичному насилию и покушению на жизнь личности или на материальные ценности, разглашать государственные тайны, призывать к ненависти или расово-религиозной, национальной, половой и другим формам дискриминации, призывать к войне, межэтнической ненависти или территориальному сепаратизму. Я напоминаю, что дебаты организованы для кандидатов в депутаты от округа номер 15 в село Буджак. Первый раунд дебатов – программа действий. В этом раунде у вас по 1 минуте 30 секунд для того, чтобы представить свою избирательную программу для избирателей вашего округа. И правым первым представить свою программу получил господин Гагаус, если я не ошибаюсь, в результате жребия кандидату от либеральной партии Молдова. Пожалуйста. Ну что я могу сказать? Скажу всего лишь то, что программа моя доступна и проста. Я считаю, что если народ выберет, то моя программа им очень понятна и доступна. Значит, весь вопрос тут в том, чтобы исполнить все эти пожелания. Ведь эта программа не только моя, а программа – это села. Прежде чем составить данную программу, я прошелся по селу, спрашивал у людей, как, что, чего нам надо. И в программе даже есть то, что не касается даже того же кандидата или депутата о том, что он обещает, что он сделает. Ну, по крайней мере, как все пишут, так и я написал. Почему? Потому что все эти проблемы, они насущны. И бывает такое, что казалось бы, что все это должно решать примария. Но, однако, оно все остается позади. То не успевает, то средств нету, то еще чего-то. И вот очень много непоняток. И поэтому я считаю, что если я пройду, то я постараюсь свою программу выполнить. То, что у меня написано в своей предвыборной платформе. Спасибо. Правым вторым представить свою избирательную программу в результате жребия получил кандидат от партии коммунистов Республики Молдова в депутаты Народного собрания автономии Киндегилян Александр. Пожалуйста, 1 минута 30 секунд. Спасибо. Добрый вечер, дорогие товарищи. Как приятно говорить слово «товарищи». Мы давно уже, к сожалению, не повторяем его. Я Александр Киндегилян, кандидат депутаты Народного собрания Гагаузии по округу номер 15, село Буджак. Руководитель, не побоюсь сказать, уникального предприятия для всей республики на сегодняшний день с замкнутым циклом переработки земля, животноводства, переработка молока. Не буду вас утомлять всеми аспектами предвыборных программ. Они где-то приблизительно у всех одинаковые. Это улучшение социальной обстановки в селе, инфраструктуры развития. Я хочу, чтобы вы не путали должность примара, который обязан функционально выполнять свои обязанности по улучшению благосостояния жизни людей в селе, и функциями депутата Народного собрания. Я хочу, чтобы Народное собрание вернулось к своим прямым обязанностям. Это законотворчество. Что касается меня конкретно, я всегда, все годы выполнял, наверное, самую важную функцию. Я предоставлял людям рабочие места. И поэтому это для меня сегодня и на будущее приоритет. Люди должны иметь работу. Вот это основное. Это ваша программа. Действий. Следующий раунд развития ГАГАУЗИ. В этом раунде у вас по 4 минуты. Вы будете отвечать на мои вопросы. Первым господин ГАГАУЗ, кандидат от либеральной партии Молдовы. Вот если я вас правильно понял, вы сказали, что когда вы составляли свою программу, вы написали, как все, так и я написал. Я вас цитирую. То есть вы анализировали программу других кандидатов или представляли конкретно какую-то программу, которая вы считаете важным? То есть как она родилась? То есть вы взяли программу других кандидатов и написали то, что у них? Или как? Значит, говорю, как она есть. Значит, не будем говорить, как она есть. Мы смотрели и другие программы, и свою программу, и в это же время ходили по селу и интересовались у людей. Почему? Потому что за все эти годы у людей очень много нареканий на всех кандидатов в депутаты народного собрания. Говорят, что все обещают, вот посмотри вот сюда, посмотри сюда. Да, действительно, я не скрою. Тем более я, будем говорить, как она есть, что я зарегистрировался в самое, что не есть, можно сказать, последнем. И поэтому я успел просмотреть одно, второе, потому что очень много было упреков на кандидатов в депутаты народного собрания. Как и нынешних, и как и раньше, что баллотировались. Весь вопрос в том, что люди всегда говорят, что вы всегда обещаете, как только берете этот мандат, у вас все теряется, где непонятно. Ваши все обещания остаются где-то позади. Идете вперед для себя семимильными шагами, а народ прозябает. И народ, действительность, если так разобраться, народ прав. И я вот решил, не скрою, да, прочел одну программу, вторую, третью, и до этого поднял старые программы. И прикинул, посмотрел. Да, действительно, все пишут, все обещают. И однако, например, я не буду говорить о других селах, но я возьму наше село. Село наше, казалось бы, что в Гагаузии, я могу сравнить его с такими селами, как Копчак, как Кангас. Я имею в виду по плотности домов всего этого. Но он маленький. С него можно было давно сделать, как пример всей Гагаузии, чтобы все было так, как... Что мешало в этом? Я хочу так сказать, что мешало то, что все обещания, которые давали, никто не выполнял. Никто. Какая должна быть ответственность для депутатов, которые не выполняют это обещание? Я считаю, что ответственность депутата должна быть в первую очередь самая, что не есть, строгая. Первое, что не есть. Все должны отказаться от неприкосновенности, как говорится, в первую очередь. И я, например, считаю, что если бы, вот допустим, я называюсь закон 1545, статья 17, говорится о регрессии. Эта статья говорит о том, что и коммерческие структуры, но это касается очень болезненного, коснулось должностных лиц, те, которые совершают, прямо скажу, согласно своих функциональных обязанностях, должностные преступления. Понимаете, если бы вот это все работало бы, у нас бы село сегодня бы свело. Вы баллотируетесь от либеральной партии Молдовы. Вы член либеральной партии? Да, член либеральной партии. Полгода назад вступил. Вот на ваш взгляд, сегодня лидер вашей партии, ну, имеет определенную позицию, на которую имеет право, конечно, в отношении русского языка и считая, что государственный язык румынский. Каким образом эти идеи будут находить отражение, если вы станете депутатом Народного собрания Гагаузии в законодательном органе? Я что могу сказать по этому поводу? Коротко и ясно. У нас в Гагаузии есть, у себя есть коллектив либеральной партии, от той партии. И Гимпу, лично со мной в беседе, я, честно говоря, тоже думал, что он, как его рисовали, что он такой страшный и не знает кто и что. Но я говорю, как она есть. Он такой же, как и любой из альянса лидер, государственник. Я считаю, что он более чем все, он более государственный. Первое, что не есть, как бы ни касалось языка, что бы нам ни говорили, тем более я выступая перед ними сказал, что не забывайте одно, что Гагаузии это народ русскоязычный. Народ устал от всего этого, кому не лень, тот и подставляет нам свои языки. Сегодня мы привыкли к русскому языку, это нам столетиями было внедрено, и мы от этого языка ни в коем случае не откажемся. Мне сказали, что это воля вашего народа, вы должны бороться за свой народ. Спасибо, господин Кендикелян. Вы уже, если я не ошибусь, были депутатом Народного собрания Гагаузии. Совершенно верно. Потом, если я опять же не ошибаюсь, не баллотировались в четвертый СОЗОВ. А вот с чем связано решение сейчас, вновь выдвинуть свои кандидатуры в депутаты Народного собрания Гагаузии? Ну, мне очень обидно за нас всех, потому что я, будучи депутатом Народного собрания Гагаузии Третьего СОЗОВа, не сталкивался с такими вопиющими фактами беззакония, хамства и хаоса, которые творились в этом СОЗОВе. Я, конечно, понимаю, что в этом СОЗОВе тоже были очень достойные люди, но они оказались настолько в меньшинстве, что им вообще не давали возможности говорить и проявлять себя. И я, невзирая на то, что достаточно сложная ситуация, вы все прекрасно знаете, что у нас и заслушаливый год, и куча-куча самых разных проблем хозяйственных, но я решил, что я не могу оставаться в стороне. Это моя жизнь, это моя Родина, здесь живет моя семья, родные, близкие, здесь могилы наших предков. Люди, а помните, что вы делаете? Нельзя такие вещи допускать. Поэтому я думаю, что, я надеюсь, что наш народ, мудрый народ, богобоязненный, он прекратит вот этот хаос и беспорядок, и начнем мы немножко восстанавливать ту жизнь, которой мы достойны. Из вашей предвыборной программы я понял, что если вы станете депутатом, основной упор будет на привлечение инвестиций и на открытие рабочих мест. Вот на ваш взгляд, что не делали нынешние власти и предыдущий созыв народного собрания Гагузии для этого? Неуемная жажда власти забыла их, затмила им глаза. Они вообще не понимали, что нужно делать для того, чтобы депутат народного собрания считался депутатом народного собрания. Они забыли о статусе. Статус – это значит законотворчество. Это люди, которые должны разрабатывать те законы и нормативные акты, по которым живет наша автономия. Мы имеем возможность, согласно закону об особом правовом статусе, согласно уложению, менять нашу жизнь так, как мы считаем нужным, как это достойно наших людей. На ваш взгляд, какой закон сегодня нужно принять в первую очередь пятому созыву народного собрания? В первую очередь надо принять закон о бюджете, потому что эти цирковые аттракционы, которые происходят во время принятия бюджета, не дают возможности работать исполнительной власти нормально. Это надо прекратить. Это невозможность выплатить заработные платы учителям, врачам и куча других проблем из этого вытекающих. Ну а дальше посмотрим, что накрутили наши коллеги из предыдущего созыва. Я так предполагаю, что надо будет что-то менять, что-то исправлять. Вот на ваш взгляд, достаточно сегодня у ГАГУЗИ полномочий в соответствии с законом об особо правовом статусе автономии? Я считаю, что надо сначала разобраться во всей законодательной базе автономии, посмотреть, какие законодательные акты соответствуют реалиям сегодняшним, какие не соответствуют, потому что жизнь меняется, и эти законы надо совершенствовать. Так как идет жизнь, надо подгонять эти законы, чтобы нам легче было идти дальше. Что вы предполагаете, какие инициативы в области социальной сферы? Если станете депутатом на Роман Собрания. Я вам скажу, я, во-первых, баллотируюсь от партии коммунистов. А это единственная на сегодняшний день партия, которая реально имеет программы по улучшению социальной жизни нашего общества целиком. Мы не можем быть отделены от республики. Мы живем в одной единой стране. И, соответственно, все социальные программы проходят через республиканский бюджет. Значит, надо каким-то образом, совместными усилиями эти вещи согласовывать. Как предполагается эти вопросы решать, так как партия коммунистов сегодня находится в оппозиции? Вы знаете, есть и в правящем альянсе, наверное, тоже есть грамотные специалисты. Конечно, они есть. Я верю. Но единственное, что они не могут быть самостоятельными в принятии того или иного вопроса. Мы постараемся. Я думаю, что наш народ сделает правильный выбор. Спасибо. Следующий раунд наших дебатов. Вопрос-ответ. В этом раунде у вас по 2 минуты 30 секунд на то, чтобы задать друг другу вопросы и ответить на вопросы, которые вам будут заданы. Господин Гагаус, ваш первый вопрос. Господин Гагаус. Уважаемый киндегилян, скажем так, что мы друг друга знаем не первый день и не первый год. Ваша деятельность неизвестна. Что вас побудило оставить земли буджака от фермы, вот это, что вы организовали в Тамайе? Почему вы вот это все не сделали? Тем более у нас пойма реки Ялпук и тому подобное. Вам, я считаю, что легче было. Почему вы вот это все не развернули у нас в селе? Тем более вы начинали свою бурную трудовую деятельность у нас в селе. Я очень благодарен вам, Антон, за этот вопрос, потому что у меня есть моменты в жизни, за которые неудобно, может быть, даже где-то стыдно. Был определенный момент в моей жизни, когда я не пошел на конфликт с руководством премарии для того, чтобы, как вы правильно сказали, построить ферму. Я написал заявление, даже и не одно заявление, просьбой выделить земельный участок для строительства фермы. Потому что я знал, что будут и люди при работе, будет и возможность, ну, как-то поднять социальную вообще обстановку в селе. Смотрите, сегодня Тамай имеет 2 миллиона леев только по заработной плате, люди приносят домой. Но почему мне не дали это сделать в Буджаке, я до сих пор не могу понять. И нынешняя власть то же самое. Я спрашиваю, почему вы мне не даете возможность построить ферму? Мне говорят, а люди не хотят. А на встрече говорю, люди, вы не хотите? Он говорит, нет, мы хотим. А я спрашиваю председателя местного совета, как же так? Значит, мнение кого-то ты там учитываешь, а мнение людей не учитываешь. То есть, понимаете, на том этапе я, наверное, обиделся. Неправильно, наверное, я был молод. Был где-то горяч, погорячился. Уехал в другое село, там поставил работу. Но поверьте, здесь моя земля, здесь у меня производственные помещения, здесь у меня люди остались из Буджака, которые работают. Механизаторы у меня все отсюда. Я вожу их туда, в Тамай, на работу. Ваш вопрос к господину Гакаоцу. Антон, мы знаем друг друга действительно на новые лет. Я хочу спросить тебя, готовил другой вопрос, честно тебе скажу. Но я когда узнал, что вы баллотируетесь от либеральной партии, ну, знаешь, как с фамилией Гагаус, мне просто, знаешь, как просто зарезал. Ну, почему? Ты идешь от партии, руководитель которой, ну, ненавидит Гагаузов, он открыто об этом заявляет. Что вас связывает? У вас все? Я могу отвечать? Может. Ну, это, скажем так, что, господин Александр, это ваше мнение, что это вам так кажется, например, понимаете, как говорится. Вы сейчас скажете, вот показывают по телевидению, то, это. Да, действительно, есть что-то. Вот, допустим, я так скажу, что даже, я привожу пример, даже, может, она будет тоже как бы сопутствовать тому, что вы задали. Вот, например, я же не виноват, что тот же ГИМПУ допустил такую ошибку, я считаю, что это ошибка, когда попутал оккупацию с депортацией. Я даже смотрел, и я ему сам сказал, что, вот смотрите, вы говорите, что якобы в свое время, когда-то, это самое, Иван Сусанин завел немцев куда-то в лес. Понимаете, как говорится? Поляков. Поляков, то есть. Не, не поляков, а он говорит немцев, а он-то завел поляков. Он попутал тоже. Ну, скажем так, что, но я хочу сказать одно, что одно дело говорить, второе дело в диалоге с нами, например, он объясняет четко, что, уважаемый, то, что я говорю, это одно, но вы думаете о своем народе, он не скрывает, он печется о своем молдавском народе. Я, естественно, ему задал вопрос. Молдавском или румынском, простите? О молдавском он. Мне лично, мы когда собрались, он говорит о молдавском народе. Понимаете? Почему? Потому что мы задавали вопросы разные. Я лично задал вопрос, как так получилось, что румыны, например, народ, я признаю этот народ, но как они оказались старшими братьями у молдаван? Потому что лично у меня есть тоже в крови родственники молдавани. Понимаете, как говорится? И весь вопрос в том, что когда смотришь, например, до действительности, как это так получается? Понимаете? И скажем прямо, что лично, может, мне и нашей компании, когда мы встречались, например, вот собирались и говорили вот это все. Спасибо. Ваше время вышло. Господин Кенигеран, у вас есть еще 12 секунд. Можете его использовать как право на реплику? Может быть, все-таки от другой партии какой-то. Но нельзя же, понимаешь, как выглядело, как предательство. Ведь ты же не такой. Я тебя знаю много лет. Ты активный. Ты принимаешь участие активное в жизни села. Спасибо. Спасибо. Следующий раунд предвыборной лотереи. Каждый из вас перед программой вытянул конверт запечатанный. Можете его вскрыть. И у вас одна минута на то, чтобы озвучить, прочитать вопрос и ответить на него. Используйте, пожалуйста, всю минуту для этого. Можете вскрыть конверт. Пожалуйста, господин Гагаусс. Как, по вашему мнению, можно добиться демографических изменений в Гагаузии? Ну, что я могу сказать? Ну, что ж, как, по моему мнению? Если случится то, что я считаю нужным, будут хорошие приняты законы, и люди начнут не уезжать, а оставаться здесь, вот как Александр говорит, что будут рабочие места, все туда-сюда, то тогда демография наша улучшится, и мы, как народ, не пропадем. А если, например, как до сегодняшнего дня, люди уходят, как с тонущего корабля, то мы демографию свою не то, что улучшим, и не сохраним, что имеем. Очень вот, коротко, одно-две меры, которые смогли бы испрать эту ситуацию? Ну, одна-две меры, например. Скажем, чтобы улучшить вот это все, народ должен быть уверен в завтрашнем дне здесь, чтобы был заработок уверенно в завтрашнем дне. Спасибо. Господин Генгинян, ваш вопрос. Спасибо. Какие законы могут сделать Гагаузию инвестиционно-привлекательной? Ну, во-первых, сделать Гагаузию инвестиционно-привлекательной уже возможно, потому что у нас есть закон об инвестиционной деятельности. Единственная проблема, ему не дают возможности работать. Кто? Ну, депутаты, естественно, депутаты предыдущего созыва. Они вообще забыли о том, что есть инвестиционные программы, проекты, и то, что у нас даже есть местные инвесторы. Посмотрите, мое предприятие инвестировало за последние 5 лет миллионов 25 в экономику автономии. Мы завезли лучший скот в республике. Таких коров, как у нас, в принципе нет. У нас единственное уникальное предприятие. То есть, есть у нас здесь на месте инвесторы, которым только надо дать возможность работать. Не мешать. Просто дать возможность работать. То есть, на ваш взгляд, сегодня власти мешают инвесторам? У нас не работает закон об инвестициях. К сожалению, не работает. В этом виноваты только депутаты или исполнительная власть тоже? У нас депутаты являются кем? У нас депутаты являются людьми, которые должны, кроме написания законов, следить за их исполнением. Спасибо. И последний раунд наших дебатов – обращение к избирателю. Итак, у вас по одной минуте для того, чтобы обратиться к избирателям своего округа. И первым обращается к избирателям Гагуза Антон, кандидат в депутаты Народного собрания Гагузии от либеральной партии Молдовы. Уважаемые жители села Буджак. Ваша камера четвертая. Пожалуйста, в эту камеру говорите. Уважаемые жители села Буджак, хочу сказать, что если вы доверите мне мандат депутата Народного собрания, то я вас не подведу. Почему не подведу? Да потому что я с первых дней своей работы в Народном собрании, я сразу начну инициировать законы, те, которые устраивать будут не только мое село, но и Гагаузию всю. Мало того, что будем инициировать, я буду стараться, чтобы они принимались после принятия, чтобы они исполнялись. Потому что сегодня мы видим, что творится. Есть законы, помимо того, что приняты, они тоже не работают. Поднимем вопрос. Спасибо. Ваше время стекло. Господин Киндегилян, кандидат депутата Народного собрания автономии, округ номер 15, села Буджак, от партии коммунистов Республики Молдова. Пожалуйста, ваша одна минута для обращения к избирателям. Дорогие товарищи, друзья, никогда, никогда у нас, у Гагаузов, людей богобоязненных, уважающих власть и закон, такого позора не было. Пришло время исправлять ошибки. Мы не можем и не должны оставаться в стороне. Каждый уважающий себя гражданин, патриот своего края, обязан сказать произволу и беззаконию решительное нет. Сегодня единственная партия коммунистов, это единственная партия, декларирующая социальную направленность, экономический подъем и безопасность общества. Мы должны помнить, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы, к сожалению. Поэтому я призываю вас проголосовать за кандидатов от партии коммунистов на любых округах и сказать решительно Альянсу, что мы не рабы. Спасибо огромное. Я надеюсь, что... Ваше время вышло. Напомню нашим телезрителям, что вы смотрели предвыборные дебаты на канале ГРТ. Они были организованы для кандидатов депутата Народного собрания Гагузи от округа номер 15 села Боджак. В программе приняли участие Кенегилян Александр, кандидат от партии коммунистов, и Гагуз Антон от либеральной партии Молдовы. Скуртул Светлана от партии социалистов Республики Молдова и ГАД Людмила, независимый кандидат депутата Народного собрания, подав заявление, в дебатах участие не приняли. Вы смотрели предвыборные дебаты в воскресенье. Призываю вас всех выйти на избирательные участки и сделать свой выбор осознанно и проголосовать за тех кандидатов, которые вас убедили и будут решать те проблемы, которые существуют у вас в округе, и работать на благо и развитие Гагаузии. Общественная компания Гагузия радиотелевизионов в течение дня будет вас информировать о том, как идет избирательный процесс. Я с вами прощаюсь, желаю приятных выходных. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова